В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Встреча на высшем уровне. Глава госкорпорации Росатом посетил Саров. Обмен опытом члены молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области встретились с представителями власти и молодежью Сарова. Он стоял у истоков создания ядерного щита 85 лет Анатолию Веселовскому. Далее расскажем обо всем подробно. С рабочим визитом наш город посетил глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. В программе посещение ядерного центра, встреча с профессором Юрием Трутневым, обсуждение актуальных вопросов развития города с молодежным активом Сарова. А также Алексей Лихачев побывал на одной из площадок сетевого проекта школа Росатома, где принял участие в торжественном открытии территории Open Space во второй гимназии. Мне кажется, главная черта школы Росатома и второй гимназии этого пространства – это родить у человека, создать у человека потребность побеждать, потребность открывать новые горизонты, быть действительно победителем. После общения с лидерами молодежных общественных объединений Алексей Лихачев отправился в Саровский драматический театр, где принял участие в презентации проекта «Десять песен атомных городов». За несколько часов до концерта солисты вместе с продюсером Тимуром Ведерниковым просматривают тексты песен и готовятся выйти на сцену. Чтобы оказаться на Саровской земле, многие участники проекта «Десять атомных песен» преодолели тысячи километров. Елена Максимова руководит вокальной студией в далеком Новоуральской Свердловской области. Ее воспитанницы участвовали в съемках трех клипов проекта. Мне кажется, самая главная идея проекта в том, что он консолидирует людей, вот именно вот этих закрытых городов. У него прекрасный резонанс, его смотрят, его наблюдают, он нравится, его отмечают очень многие известные люди и люди, которые живут в городах. То есть какая-то радость пришла с этим проектом к нам. Города присутствия госкорпорации «Росатом» известны россиянам своими высокотехнологичными производствами и промышленностью. Творческий проект «Десять атомных песен» призван рассказать всей стране еще и о том, что в небольших, зачастую закрытых городах живут творческие, талантливые исполнители и коллективы. Этот проект уникален тем, что в нем органично то, что в любой другой момент казалось бы эклектикой, потому что это такое, как мозаика такая, как лоскутное одеяло. И все, что ты туда кладешь, если это сделано со вкусом, а мы очень старались, когда мы записывали и снимали каждого исполнителя, найти его изюминку, которая его показывает, делает его интересным. Тимуру Ведерникову удалось соединить в одной композиции солистов и музыкантов самых различных жанров – от народного до эстрадно-джазового. Глобальный творческий проект охватил 18 городов в присутствии атомной промышленности и порядка 400 участников. Показываем всем миру, что такое закрытые города, какие здесь люди, что это не только мирные атомы, это хорошие, добрые, открытые, веселые люди, которые живут своей какой-то человеческой жизнью. В проекте звучат известные на всю страну и любимые россиянами песни, которые обрели второе дыхание. Часть из десяти композиций отобрали в ходе голосования среди жителей атомных городов. Это огромный бесценный опыт, очень много знакомств и на самом деле это такое счастье иметь единомышленников, общаться с ними и главное видеть, что не только ты занимаешься творчеством, что не только ты ценишь творчество так же и посвящаешь эту жизнь именно музыке, искусству. Более подробно о концерте проекта «10 атомных песен» смотрите в ближайших выпусках новостей и в программе «Живой звук» на канале 16. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Саровский драматический театр приглашает горожан на премьеру спектакля «Полемики. Человек». Постановку посвятили 150-летию со дня рождения русского классика Максима Горького. Премьера спектакля назначена на 22 марта. Горожан приглашают в фойе театра в 6 часов вечера. Билеты на постановку уже можно приобрести в кассе театра. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Первый резидент «Сар-Саров» компанией «Нерик» решение объявило о приеме на работу. Сейчас предприятию требуются специалисты технической поддержки, разработчики программного обеспечения и некоторые другие специалисты. Полный список вакансий опубликован на официальном сайте Центра поддержки предпринимательства. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, резко ужесточающий наказание за мойку машин на берегах водоемов. Если инициатива к обмину получит зеленый свет, то любители устраивать своим автомобилям водные процедуры вблизи рек, прудов и озер ждут штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей. В Подмосковном Раменском завершился чемпионат России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. В нем приняли участие сразу два выпускника Саровской школы акробатики. В личном зачете в прыжках на двойном мини-трампе Михаил Залубин стал чемпионом, а Александр Денцов взял серебряную медаль. Молодежный парламент при Заксобрании Нижегородской области существует уже несколько лет, но лишь в 2017 году его участники выступили с инициативой знакомиться с молодежью всего региона. За несколько месяцев участники парламента объехали 48 районов и вот добрались и до нашего города. Пообщаться с молодежью, рассказать о своей работе и понять, как построена молодежная политика в Сарове – вот главные цели приезда молодежного парламента в наш город. И свой визит они начали со встречи с представителями власти. Директор департамента по делам молодежи и спорта Лариса Пустынникова рассказала гостям о том, какие проекты для молодежи существуют в нашем городе, о направлениях деятельности и мерах поддержки. Мне очень понравилось про грантовую поддержку, что проходят различные конкурсы, это и поощрение физических лиц, и поощрение именно проектов. Это очень важно, и мне кажется, это тот опыт, который может транслироваться на Нижегородскую область. Подобные встречи очень важны для обеих сторон. Обмен опытом поможет представителям парламента и общественного молодежного совета при главе города Сарова выработать в дальнейшем совместный план работы. Поэтому за столь короткое время участники встречи постарались обсудить все возможные темы – патриотическое воспитание, волонтерство и многие другие. Сегодня мы затронули тему кадрового резерва, что безусловно важно и безусловно интересно, тема наставничества. Ребята уже подошли и сказали, что хотели бы в проекте наставников поучаствовать. Мы очень этому рады. Я думаю, что мы будем расширять географию. Встреча показала, что в нашем городе ведется очень активная работа с молодежью, и наш опыт может стать полезным для всех районов области. Мария Рунь, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Мария Рунь, Владимир Есеников, Сергей Рябов. 22, Лыжная база и набережная Пруда Борового. Парк Зернов – один из лидеров в списке рейтингового голосования. И это не случайно. Здесь любят гулять и взрослые, и дети. Вот, правда, пока условий для комфортного отдыха тут не так много. Но вскоре все может измениться. Если проект благоустройства парка наберет наибольшее количество голосов, он преобразится уже в этом году. А вот как – вопрос пока обсуждаемый. У парка, в принципе, существует концепция поэтапного развития. Это появление новых, планировалось новых аттракционов, появление дополнительного освещения, вовлечение по концепции в парковую территорию, возвращение, вернее, даже уже в парковую территорию, это всей прибрежной зоны. Каждый видел стиль и концепцию будущего парка по-своему. Одним хотелось больше площадок для детей, другим – фудкорт и место под ярмарки и торговлю. Все мнения вызывали жаркую дискуссию. Парк – любимое место отдыха горожан. Стилистика парка в ней видится именно в поддержании стиля того времени, когда оно расцветало. Отдать свой голос за благоустройство парка Зернова или другие территории можно будет 18 марта по тем же адресам, где будет проходить голосование на выборах президента. Выразить свое мнение смогут все жители города старше 14 лет. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Смолкают предвыборные лозунги, наступает день тишины, когда россияне спокойно могут обдумать, за кого они отдадут свой голос на предстоящих выборах президента России. Насколько важно идти на выборы и может ли, по мнению саровчан, один голос на что-то повлиять, выясняла наша съемочная группа. 18 марта вся страна отправляется на выборы президента. За кого голосовать, это, конечно, дело каждого. Но вот выполнять или нет гражданский долг и что это значит, попробуем сегодня узнать у жителей нашего города. Пойдемте. Что такое гражданский долг и надо ли бы его выполнять? Обязательно надо для того, чтобы жить лучше. Надо ли при нынешней политической ситуации в стране выполнять свой гражданский долг или нет? Мы же сами должны выбирать президента себе, как говорится, чтобы руководил страной. А если мы не будем голосовать, я так понимаю, что его выберут кто-то другой. Мы сами выбираем президента и, наверное, это и есть наш гражданский долг. Доверие стране, доверие, наверное, как бы президенту, правительству. Мне кажется, на выборы идти надо. Вот надо и все. Вдруг там мандарины раздавать будут. Один голос что-нибудь решает или нет? Я думаю, все-таки да. Знаете, как три секунды. Всегда что-то может решиться в течение трех секунд. Как показал наш опрос, жители города к своему гражданскому долгу относятся с уважением и на выборы пойдут. За кого голосовать будут, не сказали, но точно считают, что даже один голос в состоянии изменить политическую обстановку в стране. Для вас про выборы выясняли Кирилл Осенин и Владимир Лисик. Анатолию Васильевичу Веселовскому 85. Он стоял у истоков создания ядерного щита Советского Союза. Анатолий Васильевич стал лауреатом Государственной премии СССР и кавалером двух орденов Трудового Красного Знамени. За долголетний и добросовестный труд Саровчанин получил почетное звание ветерана атомной энергетики и промышленности. Его имя занесено в Книгу почета в НИЭФ и летопись трудовой славы отделения 0-9. Что такое Кузькина мать, Анатолий Васильевич знает не от третьих лиц. За годы трудовой деятельности в ядерном центре он лично принимал участие в 76 испытаниях ядерных зарядов и был в составе бригады, которая разрабатывала и проводила испытания самой мощной атомной бомбы. Скорость была видна за тысячи километров. Три раза ударная волна поясала земной шар. Вот такой был зверь. Почему ее назвали Кузькина мать? Находясь на заслуженном отдыхе, Анатолий Васильевич ведет активную общественную работу и возглавляет организацию «Дети войны». Поздравить человека легенду пришли представители городской думы, администрации, ядерного центра и общественных организаций. Выражаю вам огромную благодарность за вашу такую большую общественную работу, за то, что вы принимаете участие в социально значимых наших мероприятиях. Почетные грамоты, цветы, памятные подарки и поздравления соратников и учеников. След, который оставил Анатолий Васильевич в исследовательской работе, оценен на самом высоком уровне. Его вклад в оборону способность нашей страны бесценен. Елена Грецкого, Владимир Лисик, служба новостей, СОРО-24. В эти выходные стартуют первые полуфинальные матчи областного первенства по хоккею. За звание лучшей команды Первой лиги сражаются четыре клуба – «Металлург», «Сеченова», «Кварц» и «Саровинвест». Наши спортсмены в ближайшее воскресенье, 18 марта, на своем льду скрестят клюшки с хоккеистами из Бора. Команда «Кварц» стала единственной, обыгравшей «Саровинвест» в регулярном турнире. Соперники буквально вырвали победу в овертайме, поэтому предстоящая игра обещает быть острой и зрелищной. Саровчанам необходима поддержка болельщиков, и хоккеисты приглашают всех на матч. Начало встречи в 13.00. Вход традиционно свободный. Лучший подарок, конечно же, мед. Эти слова из известного мультфильма уже давно претендуют на статус народной мудрости. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. А мед с пасеки пчеловодов Михайловых еще и отличается богатым ассортиментом сортов и вкусов. Ну а найти лакомство по душе можно в Центре культуры и досуговнеев. Там начала свою работу выставка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы вновь в нашем городе. В Центре культуры и досуговнеев с 16 по 18 марта проходит ярмарка «Медовая феерия». Те, кто однажды приобрели здесь мед, уже с нетерпением ждут возвращения Михайловых в Саров. И такая популярность этого меда вполне понятна. Пчеловоды лично следят за качеством продукта и предлагают покупателям только самое лучшее. Есть на ярмарке и популярный и доступный цветочный мед. Всего 300 рублей за килограмм. Эталон меда липовый. Мед с прополисом и маточным молочком. Горячишный мед. Мед диких пчел, а также редкие сорта этого натурального лакомства. Например, хвойный мед. Собирается он не с цветков, а собирается с медвяной рысы. Чем он полезен? В нем очень мало содержания белка и очень большое содержание йода и минеральных солей. А йод – это очень хорошо для щитовидной железы. Хорош хвойный мед и для укрепления иммунитета. Отличным профилактическим средством в канун сезона простуд станет и мед с пергой – настоящий кладезь полезных веществ. Очень большое количество минералов и биологически активных веществ, которые присутствуют в перге, дают такой эффект, что поднятие иммунитета. Впрочем, какой бы мед вы не выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего одна чайная ложка в день укрепит ваши кости и суставы, сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях, тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами, а для ценителей лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы сможете приобрести продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу, мази для суставов и маточное молочко. «Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней с 16 по 18 марта. Вас ждут в Центре культуры и досуга внеев с 10 утра до 6 вечера». В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». Мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Запуск режима синхронизации ключей. Начало этапа энергетического пуска первого энергоблока «Ленинградская С-2» проходит в штатном режиме. Но все от рядового сотрудника дежурной смены до руководителя госкорпорации «Росатом» ощущают витающее в воздухе волнение. Еще бы, ведь это не просто ввод в эксплуатацию очередного энергоблока. Это шаг в новую эру атомной энергетики. «Наступает эра поколения «Три Плюс». Это уже второй реактор с поступительными требованиями безопасности. И это плановый шаг в части смены всего поколения атомной генерации в Российской Федерации». Блоков подобных ВВР-1200 на сегодняшний день нет ни в одной стране в мире. В нашей уже два. Инновационные и самые мощные они являются сплавом передовых достижений и разработок в области безопасности. Активные и пассивные защитные системы гарантируют длительный отвод тепла от активной зоны реактора даже при выходе из строя всех, как основных, так и резервных источников электропитания. При этом все защитные процессы при возникновении внештатной ситуации начнутся и будут идти в автоматическом режиме, без участия человека. Неудивительно, что эти новейшие российские технологии в области ядерной энергетики уже привлекли множество зарубежных заказчиков. «Задача «Росатома» — построить аналогичные с основоборскому ленинградскому блоку станции еще 11 раз в Финляндии, Белоруссии, Венгрии, Египте. Мы не просто соответствуем самым высоким требованиям атомного отрасли, мы совершенствуем эти требования, мы идем вперед». Возвращаясь к энергопуску первого энергоблока «Ленинградская С-2», стоит отметить, что за 4 часа работы на минимальном уровне мощности он выдал в единую энергосеть страны миллион киловатт-часов электроэнергии. Теперь его ждет плановая ревизия оборудования и технологических систем, а уже к концу 2018 года блок будет окончательно принят в промышленную эксплуатацию. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.